Здравствуйте, я Семенова Марьяна Михайловна и сегодня мы с вами будем четвертое задание ОГЭ разбирать. Посмотрим, что из себя представляет это задание. В демонстрационном варианте ФИПИ задание четвертое синтаксический анализ и задание сформулировано вот так замените словосочетание цель жизни построенная на основе управления синонимичным словосочетанием со связью согласование напишите получившееся словосочетание и так что же нам нужно знать словосочетание и виды словосочетаний что такое словосочетание выпускники словосочетание это соединение двух или нескольких знаменательных слов связанных друг с другом по смыслу и грамматически например зеленые глаза писать письма трудно передать в словосочетании выделяется главное и зависимое слово например синий мяч главное слово мяч от него можно задать вопрос к зависимому слову от него отдыхать за за городом главное слово отдыхать от него можно задать вопрос тоже зависимому слову не являются словосочетаниями это маленькая ловушка для выпускников обращайте внимание когда вы берете словосочетание это самостоятельное слово со служебным не словосочетание около дома перед грозой пусть поет вот сочетание слов составе фразеологизмов бить баклуши сломя голову подлежащие сказуемое это тоже не словосочетание это уже у нас предложение наступила ночь вот составные слова слова формы более светлый будет ходить и группы слов объединенных сочинительной связью отцы и дети это у нас не словосочетание какие есть способы подчинительной связи между словами существует три способа первый способ согласование управление управление и примыкание и так как же их друг от друга отличить что нужно для этого знать разберем каждое словосочетание каждый вид словосочетания по отдельности постараемся подробнее и так посмотрите согласование это такой способ подчинительной связи слов когда зависимое слово согласуется формах рода числа и падежа первый снег а молодой березки например мы с вами сказали что словосочетание это сочетание слов главным словом может быть выражено существительное причастие местоимение либо порядковое числительное зависимое слово прилагательное может быть посмотрим далее управление управление это такой способ подчинительной связи при котором главное слово требует от зависимого постановки в определенном падеже здесь обратите внимание к красным выделено падеже определенным с предлогом тоже маленькая подсказка с предлогом или без предлога рубить что дрова связаны из шерсти связаны из чего из шерсти дружба с кем дружба с одноклассниками главное слово какими частями речи может быть выражена зависимое слово тоже вот здесь а в схеме мы видим примыкание это последний вид подчинительной связи у нас значит при котором зависимое слово у вас связано с главным только по смыслу и интонационно внимательно слушать идти не оглядываясь прочитал хорошо главное слово может быть выражена следующими частями речи и зависимое слово любое неизменяемое обратите внимание вот здесь с большой с большой буквы большими буквами неизменяемое выделено это может быть на речи дея причастие инфинитив хорошо это какие же рекомендации есть для выполнения задания огэ что нужно соблюдать сделать во первых найти главное слово и оставить это главное слово неизменным то есть мы главное слово не трогаем в какой форме дано это слово мы это слово и пишем во вторых измени способ связи зависимого слова с главным то есть второе слово зависимое мы меняем и третье проверь является ли подобранное слово однокоренным к исходному слову выпускники помните что если ты просто поменял слова местами ты не изменил способ связи между ними очень часто вот здесь к сожалению многие допускают ошибку они местами поменяли и думают что это ответ но к сожалению это не так итак попробуем на практике посмотреть как же нужно сделать надеюсь у всех у вас есть бумага ручка и мы сейчас попробуем сделать в черновике представим что мы сидим на экзамене и делаем записи словосочетание я сокращаю вы тоже можете в черновике сокращать согласование управление и примыкание спокойно сидя на экзамене вы можете сделать вот такие простые схемы и подсказочки согласование это у нас зависимое слово будет определением управление падежные вопросы здесь напишем падеж примыкание это неизменяемое слово и так еще есть маленькие такой совет можно как запомнить согласование это у нас помните второстепенные члены предложения это определение дополнение и обстоятельства вот так тоже можно схитрить немножко согласование и так мы посмотрим вот этот пример деревянный забор помним первое что нужно сделать это главное слово определить деревянный забор вот главное слово о чем говорится забор забор какой деревянный и так мы с вами знаем что забор так как главное слово оставляем не изменяем не меняем здесь я напишу вы тоже пишете на листочке забор и зависимое слово нам нужно поменять забор из дерево вот у нас главное слово забор из чего кого чего это у нас падежный вопрос мы значит согласование переделали в управление таким образом вы можете также попробовать сделать следующее словосочетание людские шаги главное слово шаги людей шаги кого людей штаб армии главное слово штаб армейский штаб ударил сильно ударил силой саньки 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 чувство 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 саньки здесь обратите внимание выпускники не путайте имя санькины значит иногда допускают выпускника ошибку сани или александра пишут нельзя чувство саньки ударил сильно главное слово здесь я не отметила ударил силой вот так мы с вами можем на экзамене в заметках сделать делать и у нас остается демонстрационный вариант который мы в начале презентации с вами видели нужно решить поняли ли вы тему сделаете ли вы четвертое задание цель жизни словосочетание мы переделываем согласование главное слово цель жизненная цель вот так мы переделали словосочетание выпускники есть тренажер в интернета в интернете и их много вы найдете например у нас первое грустно сказал подумайте немножко главное слово где верно здесь у нас будет сказал сказал с грустью второе легко сделать сделать с легкостью кожаная куртка куртка из кожи учиться рисовать учиться рисованию бессонной ночи ночи без сна спасибо за внимание желаю вам выпускники успехов удачи на экзамене надеюсь что сегодняшний материал вы усвоите и без ошибок сделаете вот это задание угы